А я читал когда-то исследование, исследовали благозвучность языка немецкого. Там потом еще была другая статья про благозвучность языка русского. И там не все так просто. И про русский тоже не очень высказывались. Но с другой стороны, язык же бывает разный. Зависит от того, насколько разные языки. И разные языки на слух... По-разному воспринимаются. Не то, что по-разному. То есть, если твой язык сильно отличается от какого-нибудь... Вьетнамского. Вьетнамского, да. То вьетнамцам твой не будет нравиться, а тебе их. Ну, а есть же языки там африканские, где там вообще очень много цокающих. Там, например, вот этих. Вот насколько можно себе представить, что там вообще творится у инопланетян. Вот ты залез. Инопланетян. Мне не нравится инопланетянский язык. Он не похож на наш. Ну, были задачки. Теории решения изобретательских задач. Там в Трисе, да. Что, когда ты абстрагируешься полностью, тебе говорят придумать мир, в котором все круглое. Да. Ну, так мышление развивается. Или мышление, если хотите. Первый начну про сегодняшний пост. Про армянского доктора, который влюбился в девушку из Москвы. А он сам был прекрасный доктор, но горный. Горный доктор. И как у них все получилось. В конце концов, главное хэппи-энд. Они все-таки через два месяца после того рокового случая, который описывается словами первое свидание, они все-таки поженились и жили счастливо. И рассказчик говорит, более счастливой семьи я не видел. А на свидание он, конечно, косячил. Блин, ну очень текст классный вообще. Кто автор? Диланян. Диланян, тоже армян. Да. И он автор, и он рассказчик. И главному герою советовал, что ему делать на первом свидании. Ага. Я по этому поводу. Не, просто армяне, они вообще смешные. Вот из моих знакомых армяне, они вообще прекрасные. Вот у меня была девочка, про которую я позже узнал, что она закончила институт здесь в Орле. И сразу же, чуть ли не с вручения диплома или вообще там с диплома и с выпускного, ее родители повезли в Ереван выдавать замуж за конкретного человека. Ты можешь такое себе представить? Чтобы меня после окончания института, мои родители увезли бы в Ереван выдавать замуж за конкретного человека. Нет, не могу. На юге Москвы произошла массовая драка с применением... Из-за женщины. Люди с Кавказа влюбились в русских женщин. Ладно, меня не нравится, но я за мир вообще иду. Я сам за мир. Меня за мир зовут. За мир его зовут. За мир. И мы дадим ссылку на этот рассказ, чтобы люди читали большие тексты. Я так понимаю, что вот этот тонкий кавказский юмор, который мы можем наблюдать, наверное, в фильме «Мимино». Я в большом количестве. Примерно похоже, да? Так что читайте рассказ этот, мы дадим ссылочку. Вот сегодня, видишь, в блогах попалась вот та история четырехлетней давности, когда дядька на... Да, я еще тогда оценил такой протест. А тут наш Владивостокский дядька тоже учинил протест. Вот ролик, про который мы вчера рассказывали с клерком, который... И этот рассказ не вошел в монтаж, кстати. Поэтому не видели. Ролик, про который мы вчера рассказывали... Про какой ролик? Мы вчера рассказывали про ролик вчерашний, который показывали и по НТВ даже. И, ну, на Рутюбе, естественно, он там в Зебестах висит. Это о том, как Владивостокский клерк, менеджер, устроил бесчинство и бунт. Бунт на корабле. Ну, вот сегодня вспомнили жителя США, который на своем бронированном бульдозере... Который по разным версиям он готовил к поездке от двух месяцев до полутора лет. Вот он на нем причинил заводу, который ему... Досаждал. ...перешел дорогу ущерба на 2 миллиона долларов. И городу еще на 5. Угу. И сам застрелился. На самом деле, почему все независимые источники информации считают этого человека, ну, чуть ли не героем? Конечно. Потому что он боролся с... Системой. Системой, да. И мы вчера с тобой тоже же вспоминали, ну, Коупленда, конечно, и Паланика. И Паланика вспоминали. В общем, греб-прессомнили. И художественный фильм «С меня хватит». В общем, явление есть. Обществу пора взглянуть внутрь себя другим взглядом. Ты с системой борешься? Да, на каждом шагу по утрам в туалете. Понятно. Вот, выходите из туалетов на площади. Ой, я... Берите с собой туалеты, выносите их на площади. Давайте вместе бороться с системой. Ой, Rage Against the Machine, блин. У меня самое яркое впечатление молодости от видеопросмотров видеоконцертов было просмотр замечательного подборки живых выступлений группы Rage Against the Machine. Когда концерт в Амстердаме, и выходит перед концертом такая, стоит старушка на сцене, вообще бабушка, лет 80, и таким голосом говорит «Rage Against the Machine». Конферансье вот такое. Что еще интересно, о покой отписался снова после долгого перерыва. Он написал как раз примерно о том же самом, о чем мы сейчас говорим. На самом деле, вот этот психоз Владивостокского менеджера, это не борьба против системы-то на самом деле. Это наоборот, это человек-жертва системы оказался. Жертва и остался. Ну что он там, ну пару компьютеров разбил. Ролик этот увидели. Ну, задумались. Да о чем задумались? О том, что тяжело психологически работать. Не, ну 90% наверное подумают «О, смешно, чувак разгромил офис». 95%. Причем даже в самом офисе, заметили, люди снимали все это происходящее на мобильный телефон. И я об этом уже Василию говорил, но еще хочу сказать на камеру. Мне кажется, что вот эта съемка на мобильный телефон, это какой-то стал нехороший фетиш современного, и не только может российского, но российского особенного человека. Тут происходит на самом деле трагедия на твоих глазах. Человек бьется в истерии. То, что он натворил, я уверен, что это в состоянии аффекта происходило. Какого-то совершенно дичайшего аффекта. Они такие циничненько, такие раз на мобильный телефончик, там, как чувак бьется в истерии, как его электрошоком бьют, такие раз поснимали. Так вот, мне кажется, лет через 10, а может уже в скором времени, появятся литературные произведения или фильмы, в которых воспевается этот образ человека с телефоном. И такая храбрость такая воспевается. Подвиг совершил. Как Ваня совершил подвиг? Сочинения у детей, наверное, будут такие. Однажды Ваня шел по темному темной улице, и рядом услышал кричьи, поврачивает голову, а там какие-нибудь гопники пытаются насиловать девушку. Ваня храбро вытащил мобильный телефон из кармана и заснял. Все это дело хладнокровно. Раньше было то же самое, только без мобильного телефона. И называлось это красивым русским словом «зеваки». Ты знаешь, просто... Человек машину сбила, да? Ну, стоят. Образуется тут же толпа. Это все насаждается же, да? Ну, в том числе. Давайте, снимайте нам сюжеты про самое страшное, там, кино. Там самое страшное. Станьте нашими репортерами, присылайте на наш... На центральный канал, считай, на федеральный. Присылайте нам ваши чрезвычайные происшествия, которые вы увидели, снимайте. Вот и ходят люди с телефонами. Что тут у нас? Ага. О-о-о-о. Вот это вот, знаешь, манием глобального подглядывания. Это знаешь, как Петра Ивасичкина. Я первый увидела, я первый заметила. Ты, Оля, просто вредина. Сама ты, Оля, вредина. К нам едет хулиган. А хулиганы ездят к нам, как его Ален Робер. Тоже не помню, у меня с именами, что-то так туго стало. Как бы того армянина с Тирамису. Там весь конфликт крутился вокруг Тирамису. Он зазвал их в рестораны Art Bridge. А он путал слова современные, особенно, когда, ну, еще не знаешь. Он сказал, пойдемте в этот ресторан. Здесь делают самый лучший в городе Куни-Лимбус. Я говорю, Ален Робер, по-моему, его зовут Человек-паук. Такой, ну, не из кино. А, который ползает по... Лазает, да, по небоскребам. По любым поверхностям. Да, ну, он уже приезжает, уже знают. Все, приехал, будем снимать его создание. А ты знаешь, он же по любым поверхностям как бы ползает, да? Ну, да. Было бы вообще, наверное, смешно, если бы, знаешь, ты идешь, толпа зевак собралась, а он такой по земле ползет такой. Перепутал. Ну, сполз, может, там. А все равно есть ощущение, что, блин, уже, наверное, мышление или мышление. Уже в другой плоскости развит. Измерение систем координат совершенно другая. Для него вот эта вертикальная поверхность, это как бы, как для нас, горизонтальная. Или наоборот. И поэтому он сполз такой, и такой, через дорогу такой. Ну, или... На Тверском, где-нибудь. На Кутузовском, там пробка, да? Через машины едущие такой. Такой попутался. Вот бес попутал. А что взять с человека? Ну, паук. Живет он так. С чем он, как бы, хуже или лучше, малый? Ну, ладно, и такой. Ты его водой. Не смывай меня. И главное, он не агрессивный. Он на женщин не нападет. Он ядовитый. На русский. Он только паучихи у него. И тогда все. Так что читайте блоги. В них есть, правда, ведь много интересного. Редактор субтитров А.Семкин